друзья мы сегодня работаем над образом индейца в студии в москве я провожу мастер-класс и итоги вам сообщу 3 4 5 февраля мы работаем на академичке пишем снега деревню озеро баньку зимой работать прекрасно виды волшебный репин создавал эту дачу для художников бывал там место намоленное приезжайте писать зимой совершенно удивительно там тепло гостиница трехразовое питание записывайтесь еще одного но максимум двух человек я могу взять у меня хорошая новость я закончил работу над курсом по рисунку головы в разных ракурсах с отработкой частей нос уши глаза рот и детальная работа над четырьмя ракурсами это будет курс надеюсь что очень полезный а его старте я скоро сообщу игорь творогов вы много путешествуете дает ли это действие новые линии в ваших творениях и это происходит только технически или морально тоже спасают ли новые увиденные места планеты от временных застоев в письме новых полотен где бы мы ни были игорь мы в любое место планеты самое красивое приносим себя сегодняшнего красота природы разных стран конечно удивительно но больше всего меня удивляет то что мы способны видеть чувствовать любить и любить мы можем где угодно где бы мы не находились мне очень нравились девочки когда я был совсем юным мальчиком помню как задыхаясь от волнения набрал номер телефон девочки который мне нравилось ну девушки выдохнул и к моей бесконечной радости мне не было отказано а меня ждали в гости мир окрасился яркими красками самые простые вещи стали вдруг сказочными я летал сочинял стихи песенки рисовал картинки был счастлив обнаружение сам факт обнаружения этой радости понимание того что мы из нее ты и состоим мы она то есть вскружил окончательно мою башечку привычный мир занятий размышлений пошатнулся потом хаос естественно взял вверх и понадобилось много лет чтобы в этом как-то разобраться вообще чего-то происходит что это я волнуюсь излишне по всякому мелкому поводу помню как я прилетел в Дели первый раз в Индии вечер жуткая жара духота дорога из аэропорта в решикеш на машине на такси кругом снующие готовящиеся к ночлегу люди прямо здесь у дороги на картонках кто-то спит прямо на велосипеде трехколесном рикши которые которые используют для заработка потом берут сиденья сзади на которых двое помещаются за его спиной раскладывает вдоль этого велика на руль и как на какое-то там седло сзади из человек спит положив ноги вот так вот вытянув на руль это его дом и работа впечатление было очень сильное от нового мира который я увидел и который был для меня совершенно незнакомым неведомым это было пожалуй первое мое заграничное путешествие было давно я снял об этом фильмик небольшое одно только небо можете набрать посмотреть интерес к новым впечатлениям к новым поездкам наверное тогда и пробудился но где бы я ни был я везде собой тащу свои размышления о каких-то своих новых проектах естественно новые места это новые работы новый свет новое солнце формы объекты и так далее но больше всего больше душевного тепла от общения с людьми конечно которые становятся друзьями получается что мы ездим с мольбертом с красками с холстами и пишем некую летопись своей жизни своих впечатлений о том что ты видишь о том как ты живешь что-то переживаешь мне кажется это очень ценно это такая незаметная линия способ выражения своей души и от того наполнена она или пуста собственно зависит то что на холсте и получается зрители чувствуют насколько ты радостен или грустен или безрадостен или пустой вообще никакой выставки на которых мы показываем свои работы это отражение твоего участия вообще в жизни и самые маленькие эпизоды могут стать значительными в полотне если они перенесены в композицию они живут своей жизнью в холсте малюсенькая может стать огромным великим при условии что мы его выделили и сделали важным помните этот портрет валентина серова портрет микки морозова сколько в нем красоты настоячности сколько же здесь мастерства художник превратил обычный сюжет портрет маленького мальчика в произведение искусства величайшее произведение мне кажется наша задача видеть огромное великое в мало в простых вещах и в этом смысле поездки в любое место общение с людьми это дар это возможность прожить этот день прожить эту поездку наиболее ярко сделать что-то сотворить слепить скульптуру написать портрет найти что-то такое ради чего этот день прожить максимально широко полно про школу онлайн не забывайте там скидки 10 процентов на все уроки анонс для примера друзья я подготовил к выпуску третий урок по наброскам карандашом обнаженная модель фигура в движении это очень интересно и важно фактически я объясняю показываю рассказываю показываю структуру как мыслит как видит художник когда рисует сложный ракурс вы увидите и сможете прочувствовать две позы сложные позы вы можете взять бумагу карандаш исследуя инструкциям прямо вместе со мной рисовать и понять как как это делается грудная клетка здесь будет вот вот в таком развитии эта мышца будет растянута это сокращено я уверяю вас получится сразу с первого раза понять как писать как рисовать объем есть один небольшой секрет я наглядно его показываю как им владеть ваше дело взять его на вооружение главное чтобы не была большая голова или большие кисти рук очень внимательно следить за соразмерностью за пропорциями вы знаете рисунок это основа живописи им нужно владеть в совершенстве к чему вас призываю почему обнаженное тело потому что сложное потому что научившись рисовать эти сложные объемы мы можем научиться рисовать все что угодно присоединяйтесь к нашей команде рисовальщиков третий урок ссылки под каждым видео а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok